Каждый день как испытание. Наша телерадиокомпания и Русфонд продолжают совместный благотворительный проект помощи тяжелобольным детям. В прошлый раз вы помогли Тагиру Фазлыеву. Спасибо вам. Сегодня история Эрнеста Насурлаева. У подростка с рождения тяжелые приступы эпилепсии. Нужны дорогостоящие лекарства. Осторожными шагами под руку с мамой Эрнест Насурлаев идет в кабинет врача. С малых лет он под постоянным наблюдением медиков. У мальчика симптоматическая мультифокальная эпилепсия. Диагноз ему поставлен с рождения. Хотя во время беременности никаких патологий не было. Для нас, мужем, это было как гром среди ясного неба. Мы не ожидали, мы не знали, что нам делать. Уже 16 лет юноша ведет борьбу с болезнью, но она прогрессирует. Были применены разные методы лечения, в том числе оперативные, которые, к сожалению, оказались недостаточно эффективны. У ребенка на сегодняшний день сохраняются тоникоклонические судороги. Подростку сделали три операции. Одна из которых помогла, и приступы исчезли. Однако через год все вернулось на свои места, и приступы стали проявляться все чаще и агрессивнее. Приступы уже с падением, с потерей сознания. Он уже не контролирует себя совершенно. Эрнесту необходимы дорогостоящие лекарства. Состояние улучшилось после принятия препарата Энавилон. Приступы стали реже, а их проявления стали намного мягче. Эрнесту в июне 2021 года врачом-эпилептологом городской больницы 8-й был рекомендован препарат Энавилон. Помимо этого он также нуждается в индивидуальных ортезах стоп. Все это обойдется в 582 тысячи рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем мы с вами, как помогали уже тысячам детей, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Лилия Жданова, Галина Гелезидинова, Айрат Каюмов, Вести, Татарск.